Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике у нас будет обзор нового обновления в игре Cardinalship Tycoon в Роблокс. Конечно же, перед просмотром этого ролика обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан, потому что на этом канале выходит очень-очень много роликов, посвященных Cardinalship Tycoon. Конечно же, если ты в первый раз видишь Cardinalship Tycoon, то ссылочку на него ты найдешь в описании под этим роликом. И обязательно досматривай этот ролик до конца, потому что в конце этого ролика тебя будут ждать очень классные коды. Ну что ж, не будем тянуть время. Начинаем! Давайте этот ролик начнем с самого прикольного и интересного, что добавили в Cardinalship Tycoon, а именно новые двери. Да, просто посмотрите, как это классно смотрится. Смотрите, они вот так вот открываются и закрываются, и все это сопровождается вот таким вот приятным звуком. Блин, я залип. Е-мое, я вечно могу это делать. Так приятно. Ладно, а если говорить серьезно, что же такого интересного добавили в игру? Начнем с того, что в игру добавили новые дома. Вот такой вот современный дом за 10 миллионов долларов. Скажу честно, я бы на него чисто накопил к этому ролику, но дело в том, что буквально через неделю мне придется уехать куда-то. И, к сожалению, я не смогу больше снимать ролики про Cardinalship Tycoon. А мне надо, чтобы у меня остались еще денежки, потому что если у меня не останется денежек, то когда я приеду, я не смогу записать новое обновление. Да, поэтому, поэтому придется нам сегодня поэкономить денежки и купить только лимитированную машину. Да, такой небольшой спойлер. Лимитированные машины есть. Ну, конечно же, я хотел этот дом. Он такой классный. Он такой классный, на. Ладно. Печальный, конечно же. Мы его не сможем купить. Во-первых, нам не хватает денег. Во-вторых, я хочу себе какую-то крутую лимитированную машину. А то появится какая-нибудь машина в каком-нибудь Bugatti за 18 миллионов, а у меня нет денег. И все. На этом закончится моя история с моими обновлениями. И да, как вы уже заметили, сейчас у нас был небольшой спойлер по новым машинам. Но давайте как-то по порядку пойдем по всем этим машинам. И первая машина, которая появилась в обновлении, это вот такая вот Toyota Yada. Так, за 41 тысячу давайте ее купим. 41 тысячу отарили в копейки, просто покупаем ее. Давайте посмотрим, как она выглядит. Ммм, ну такая вот маленькая, такая японская машиночка, на которой можно погонять. И да, наверняка вы заметили, что у машины немного изменились звуки и изменилась панель. Смотрите, она теперь выглядит совершенно по-другому. Но знаете, мне что-то раньше нравилось немного получше. Это какая-то слишком резкая, либо я не понимаю. И сейчас я вам покажу одну интересную вещь. Вот, слышали, слышали? Это у нас работает коробка передач. Прикиньте, они добавили в игру коробку передач. И новые звуки машин. Конечно, на этой машине это отследить будет достаточно тяжело. Давайте сейчас возьмем свой Bugatti. Я вам это покажу. Сейчас, смотрите. Да, слышите эти звуки? Да, как у нас передача переключается. Блин, это реально классно. Так, ладно. Вот еще одна, кстати, часть обновления. И да, они вроде бы немного обновили менюшки вот эти вот как раз вводить. Смотрите, она уже теперь на вот таком расстоянии, в принципе, пропадает. А раньше я вот на такой дистанции отходил, типа, чтобы просто снять роль. А теперь сделали немного удобнее разработчики. Спасибо им за это большое. На первую машину мы посмотрели. Давайте теперь посмотрим на следующую машину. И следующая машина, это у нас машина за... Машина за... Машина за... Сейчас, сейчас, сейчас я ставлю. Вот, машина за 2,5 миллиона. Ох, плакали мои денежки уже во второй раз. И на покупку этой машины у нас есть 20 дней ровно. И знаете, как это обычно и бывает, лимитированная машина на самом-то деле стоит около 900 тысяч. Ну, 925 тысяч, потому что она вот лучше вот этой. А нет, даже хуже, но... Ну, допустим, вот. Машина за 2,5 миллиона. Конечно, как и все лимитированные машины, свои цены она не стоит. Ну, за исключением Bugatti Bolid. Bugatti Bolid, вот смело, просто говоря, стоила свои 25 миллионов. Вот она их реально стоила. А вот эта машина 2,5 миллиона не стоит. К тому же, ну, джип 6 на 6 чисто брать можно на тех коллекции. Для того, чтобы на нем кататься, даже не берите его. Лучше за 2,5 миллиона вот такую вот машину взять. А, и да, пока мы не купили эту машину, я вам покажу еще одну новую машину. И это у нас вот этот Connect Agivmore. Так, надеюсь, я правильно прочитал ее, потому что с английским у меня моментами бывает плохо. И да, машина за 2,5... Ну, нет, за 2 миллиона 250 тысяч. Давайте будем говорить правильно. И, в принципе, в принципе, в принципе стоит своих денег. И, думаю, за 2,5 миллиона... За 2 миллиона 250 тысяч ее купить можно. Да, в этой машине никаких претензий нет. И это просто полноценная новая машина, которая появилась в игре, в которой... Которая... Именно, машина не лимитирована. Если вот эта вот машина у нас лимитирована, ее можно будет купить в течение 20 дней за 2,5 миллиона, то эта машина хоть стоит дешевле, и вы ее можете купить. Она быстрее, круче, много денег приносит. Но, параллельно с этим, к сожалению, ее вы сможете купить когда угодно. И лимитированной она ей не является. Конечно же, обычной мы машину паковать не будем, да. Тогда я бы купил. Но еще раз говорю, мне просто денег на следующее обновление не хватит. Повезет, если я вообще его застану и смогу его заснять. А может, и не смогу. Да. Главное, еще про кодики не забыть в конце ролика. Ну ладно, в принципе, у нас сейчас есть на балансе 4 миллиона. И за эти 4 миллиона мы можем купить джип 6х6. Раньше, кстати, было обновление, когда можно было купить как раз гелик 6х6. Но, к сожалению, его больше уже получить нельзя. И, увы, ах. К сожалению, в тот момент я даже не знаю, что-то не записывал обновление в Cardiolarship Tycoon. Я, конечно, не знаю почему. Я же его так долго снимал, снимал. А потом просто бац и перестал. И хоть убедить, я не снимал его. Вообще не снимал. А тут вдруг я как-то однажды захотел в него поиграть. Ну и как-то пошло-поехало. И вот теперь я его постоянно снимаю. И да, мне играть теперь очень сильно нравится. И я в ней очень хорошо прокачался. А, ну да, тогда как раз я копил на Mercedes One. И мне почему-то очень понравилось копить 10 миллионов. И теперь я коплю на каждую лимитированную машину. За исключением той самой Ferrari за 10 миллионов, которая была полным говном. Во всех смыслах этого слова. И внешне, и по скорости, и по характеристикам. Думаю, любители классики меня не убьют. Ладно, всё. Давайте уж теперь купим эту машину. Хватит болтовни. Всё, нажимаем на кнопку покупки. И покупаем её. И она у нас появляется в гараже. Давайте на неё посмотрим. Jeep 6х6. Ох ты ж. Как же он выглядит. Такая классная машина. Фиолетового цвита для настоящих пацанов. Ох, всё, садимся за неё. О, как звучит. О, ну что ж, погнали. Уху. Она, конечно, медленная, но прикольная. Ну что ж, поехали, поехали. Уху. Не, ну кто бы, что бы говорил, но Jeep 6х6 это машина мощная. Да, просто ей даже качки нипочём. Всё, просто едем. Машина монстр. О, кстати. Будет классно, если разработчики добавят машину монстр. Мне кажется, стоит эту машину лимитировать за 2,5 миллиона затестить на как раз внедорожные гонки. Кстати, звуки этой машины реально очень громкие. Прямо очень громкие. И я надеюсь, что их слышат не очень сильно, потому что тогда вообще меня не слышно будет. Знаете, я прям говорю, пытаюсь переключать звук этой машины, потому что она реально очень громкая. Так, сейчас испытаем её на гоночке. Спытаем её на гоночке. Нет, ну вот эти звуки передач мне очень сильно нравятся. И, знаете, у нас 7000 миль ровно. Поздравьте меня. Теперь у нас ровно 7000 миль. Прямо на ролике. Прямо вот такой вот юбилей. Это здорово, честно говоря. Я даже на это не рассчитывал. Но давайте отметим 7000 миль. На дороге не валяются. Так, ну что ж. Давайте сейчас проведём тест-райв нашей машины. Ну что ж, поехали, 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 поехали. Так, ну, знаете, скорость она набирает, неважно. Ну, на то это и джип. Но зато, посмотрите на эту подвеску. Мне кажется, даже ехать вот так вот, если внутри, то ничего даже толком и не почувствуешь. О, смотрите, они от вида от первого лица добавили. Блин, это здорово. Вот, кстати, одна еще из частей обновлений, они добавили вид от первого лица. Смотрите, вид классный просто. Блин, это реально здорово. Кстати, я вот еще интересовался вот этим. И они ничего про это не писали. Да, ничего про это не писали. А вид от первого лица реально имбовый. Так, я хочу... Знаете, сейчас мы проверим наверняка эту машину. Сейчас мы попытаемся преодолеть вот этот барьер. Так, ну что ж, разгоняемся. И... Да, у нас получилось! Почти. Ну ладно, половина машины все же смогла преодолеть вот этот непреодолимый барьер. Поэтому это здорово. Кстати, а что будет, если сейчас еще раз попробовать это сделать? Ладно, все уж, хватит уже этим заниматься. На машине застряла. Эх, мы убили нашу первую лимитированную машину. Но не первую, но лимитированный джип. У меня, кстати, до этого лимитированных джипов не было. Единственное, какая машина у меня была тоже так на бездорожье. Это вот это вот. Додж, 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 додж. Она, кстати, тоже для бездорожья такая неплохая машина. Но это точно барьеры вот эти преодолеть не могла. Не, ну машина, в принципе, прикольная. Да, олды вспомнят врем... Ну, даже не олды, а люди вспомнят, когда... В те времена, когда были шипованная резина. Это было классное время. К сожалению, теперь этой резины нет. Ладно, давайте сейчас доедем до нашей базы и перейдем к кодикам. Кстати, у нас теперь только 1 миллион 600 тысяч осталось. Печально, печально, но ничего, ничего. Да, кстати, теперь машина немного лучше стала... Ну, как сказать, лучше. Машина теперь немного по-другому стала ходить по воротам. И управляется немного по-другому. Я даже не знаю, приятнее или неприятнее. Но мне, в принципе, нравится. В принципе, нравится. Открываем менюшку Твизор кодов и вводим первый код. И первый код это у нас... Summer 2021. Вводим этот код. И за то, что мы вводим этот код, нам дают 35 тысяч. Да, это классно. И этого почти хватит на машину с нового обновления. Ну что ж, перейдем к следующему коду. Давайте, не отходя от кассы, я вам еще и покажу все действующие коды в игре. Ну, возможно, кому-то это будет интересно. Может, кто-то их там не вводил случайно. Не знаю, всякое в жизни бывает. Так, у вас есть вот такой вот код по названию Old School. И сейчас у меня этот код не работает. Но он есть, и вы можете его ввести. Так, дальше у нас идет код GameTimeKill. Попытаемся его ввести. Да, он у нас работает. И за то, что мы вводим, нам дают 25 тысяч. И это классно. Дальше у нас есть вот такой вот FogSize. За то, что мы его вводим, нам дают... Сейчас, вроде бы 5000 изменизмена память. Да, за то, что мы вводим, нам дают 5000 долларов. Это классно, это классно. Так, дальше мы идем. И тут у нас вот такой вот код расположен. И за него нам дают 25 тысяч. Дальше вот такой вот код. Сейчас давайте его введем. Я вам его тоже покажу. Он, конечно, был уже в предыдущих роликах. Но если кому-то интересно, то попробуйте ввести вот этот код. Да, видите, я его тоже вводил. И за него тоже вам дают деньги. Также есть вот такой вот код. Да, есть вот такой вот код. После этого есть вот такой вот код, который я тоже вводил. Можете его ввести, если он у вас не был введен. Так, и вот. Так, еще вот этот код есть. Twitter 8К. И, в принципе, все. На этом, вроде бы, новые кодики заканчиваются. Конечно, я еще там поискал кодиков. Нашел парочку кодиков. Но, к сожалению, они не работают. А кодики были реально прикольные. Жалко, что, к сожалению, не сработали. Там был такой код, как... Сейчас, я сейчас вам скажу. Вот такой вот код. Но он не сработал. Конечно, можете попытаться его ввести. Но, возможно, не сработает. И вот, типа, код 500 миллионов визитов. Да, и он тоже не работает. К сожалению. Было бы классно, если бы не работали. Можно было бы на халяву почти 200 тысяч получить. Эх, ну на то это и халява. Жалко, конечно же, что кодов в этом обновлении маловато. Было бы их побольше, было бы прикольно. Вот в предыдущем обновлении их было много. А в этом обновлении что-то разработчик пожалел, пожалел новые кодики. Создал бы их побольше, чтобы прикольнее нам было развиваться. А вот нет. Не захотел он это делать. Но, в принципе, да. Кому нужна халява, короче, заходите и играйте. Да, копите денежки. Эх, ладно. Конечно же, если вам понравился этот ролик, то обязательно оцените его лайком. И подпиточкой на мой канал. Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.